Приветствую вас. Что называется, догонку к первому видео по поводу того, работа в 45 лет. Хочу вам рассказать одну историю, но сразу, что называется, оговорка. Все, что я скажу, это истинная правда, но любые совпадения, какие-то домыслы, мысливо, это все ваше. То есть я никогда не подтвержу, что это правда, и не опровергну, что это правда. Но это правда. Итак, ну скажем так, существует большая экономическая корпорация. Ну, я бы сказал бы так, во главе ее стоят два олигарха, но не из самых больших, а средних. Да, довольно большая корпорация, в различных причем сферах работает. В общей численности, наверное, несколько тысяч людей задействованы, если даже не больше, ну если посчитать все. Причем самых начальных, начальников, подчиненных, так и дальше. И вот в этой корпорации работает человек, который вызывает в некоторых людей, особенно те, которые приходят работать в эту корпорацию, большая структура. Соответственно, куча всяких там, разные направлений и так дальше, уровней всяких иерархических подчинений. И вот, когда приходят работать, или работают в этой корпорации люди, они, когда встречают вот этого человека, очень удивляются. Они не могут понять, кто он такой. Ну, сами подумайте. Работает сотрудник, который, ну скажем так, во-первых, имеет офис, секретаршу, как служебный автомобиль. Но, если кто-то, так сказать, с оказией приходит к нему гость, немножко удивляется. Человек или читает, ну что не читает. Или беседует. Причем, что самое интересное, еще раз говорю, что хороший офис, хорошее, как бы, помещение. Есть машинка для изготовления кофе, секретарш есть. Но, чаще всего, если он беседует, но имеет такую привычку с собеседником или поговорить в кафе, или еще чаще, не в кафе, в парке, на берегу Днепра, где-то прогуляться, пообщаться, поговорить. О чем? Но самое интересное, что, кто работает в этой корпорации, я еще говорю, ну, они как не будут понять, какая у него должность. Потому что, в зависимости от обстоятельств, он по-разному называет свою должность. Так, 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 так. Но, тот, кто работает в бухгалтерии корпорации, знает, что все, что он называет, это не его должность. Он называет какие-то должности, как бы, не совсем существующие. И тот же самый момент. Все происходящее видят, что он общается с руководством, общается с собственниками. В общем-то, как бы, вхож, ну, чем же он занимается? Он же практически, ну, бездельничает. В тот же самом момент. Если проводятся какие-то мероприятия, ну, знаете, там, пример, там, собираются какие-то, там, крутая, такие большие, съезжаются из региона, все вот эти вот региональные директора, там, директора директоров, начальники начальников. И он там. Мало того, время от времени он даже бывает, катается по регионам, причем, тоже сложно понять. Он едет, ну, что называется, посмотреть, пообщаться. Зачем? Действительно, вот, многие, даже не только молодые люди, даже те, которые, ну, никак не будут понять, а чем же он занимается? Почему? Руководству его, скажем так, ну, платим зарплату. Зачем? А это вот та вещь, которую многие, ну, кто работает, ну, как бы на среднем звене, не понимают. А кто-то повыше, знают. Понимаете, какая вещь? Большая корпорация, это большая главная. Это вам так кажется. О, класс, олигарх, бабло, яхта. Какая за яхты там, во! Не в яхтах счастья. Понимаете, в большой корпорации есть всегда проблема подписывать документы. Да, да, да. Понимаете, как бы вы не выстраивали структуру, всегда, всегда есть такой момент, когда никто не хочет подписывать ни договор, ни акт, ни какие-то другие документы. Почему? Ну, потому что люди смотрят и начинают нервничать. Они начинают нервничать. Нет, я это подписывать не буду. А это нельзя не подписывать. Нельзя. Это бизнес. Это Украина. Нельзя. Вот это слово нельзя. Мертво. А вот надо. Ребята, забудьте вот это ваши. Если вы будете. Вот так как по учебничкам, то олигархам никогда не будет. Не, не. И только эта корпорация исчезнет на второй день. На второй день исчезнет. Как только они будут по учебничкам. Но они работают как в Украине. И вот функция этого человека, как вы догадались, обеспечить подписание. Ну, во-первых, он действительно в некоторых случаях ну, как бы, агитирует человека. Уговорит, объясняет, успокаивает. Объясняет. То есть, он как бы успокаивает человека, чтобы человек не паниковал, подписывал нормальные документы. Не нервничал. Но если возникают какие-то нюансы, ну, человека вызывает там прокуратуру или к следователю. Хорошо, чтобы этого человека как сопроводить, чтобы он лишнее не сказал, чтобы ему адвоката правильно направить, чтобы ему подсказать, что он должен сказать и что он не должен говорить. Мало того, очень важно, ну, как бы, объяснить ему, что сотрудничать с следователем будет себе дороже. Это очень немаловажно. Другой вариант, когда, к примеру, да, нет, следует, все нормально, но, понимаете, любые операции, они же имеют фвостики. По этой причине, когда вы что-то сделали, надо присмотреться, так, чтобы люди, которые это участвовали, не выпали с обзора. Понимаете, это тоже опасно. Утечка информации, ой, а только надо, чтобы они как бы были все рядышком, все на месте. И в тот же самый момент подписывали, говорили правильно. Не паниковали, делали все хорошо. Вот такая работа. Вот такая работа, да. Причем, понимаете, вот я абсолютно уверен, что в том или ином виде вот такие сотрудники действительно работают, ну, у всех крупных это однозначно. Средних не могу сказать, мы все не проверили, потому что без этого бизнес нельзя сделать. Но нельзя. По этой причине, когда говорите, вот, менеджеру платят столько, ему платят за то, что он подписывает, ребята, подписывайте вы. А, я боюсь? Стоп. Вы боитесь? Вам мало платят. Он боится, но он подписывает, но платит. Такая вот ситуация. И пока эта система работает, у нас всегда будет такое соотношение. Есть, ну, грубо говоря, собственники, топы, 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 которые подписывают. Хотите, и то, что называется офисный полтон, который постоянно обижается. Ну, как же так? Они жируют, а нам баб. Ребята, подписывайте. А-а-а. Вот такая ситуация.